Музыка Так, значит, небольшой анонс на связи с Сибирью, с Шушенским районом Краснодарского края, Подмосковье. Вот, неожиданно для меня, то, что для меня является особой гордостью, когда мне звонит настоящий, чуть не сказал полковник, настоящий ученый. Так вот, значит, вы согласились на запись разговора, получится, опубликую, не получится, сотрем. Итак, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Михаил Александрович Тимофеев. Вот, скажем так, сотрудник Московского государственного университета. Вот, и в некотором прошлом создатель лаборатории биодиагностики в Тимиреевской академии. Ой-ой-ой, вы и там успели? Да, получилось так, что, ну, я так обычно свою жизнь на работу толком не устраивался, но поскольку у однокурсника отец трудился как раз в факультете экологии, и, собственно, к нему обратился, что вот, ну, уже после аспирантуры, что он хотел бы потрудиться. Вот, ну, и был интерес, в общем-то, перенести свои знания в самостоятельную форму, да, чтобы сделать лабораторию так, как я хочу. На тот момент не было никаких ресурсов, но, ну, как неожиданно, да, или так вот, как вы сказали, случилось так, что нам удалось выиграть большой грант. Они называются мегагрантами от Министерства образования, и там, ну, какие-то совсем страшные деньги были. И поэтому досталось и мне, и я, в общем-то, свой отдел такой лаборатории смастерил. Ну, задача-то была, в общем-то, достаточно приземленная, чтобы, как ученый, я мог сам себя обеспечивать, потому что даже гранты, они захотят, дадут, захотят, не дадут, это же конкурс, да, там. Тогда я буду вас немножко быстрее спрашивать, вот этот, вольный хлеба, на чем зарабатывали? Ну, вы про меня спрашиваете? Да, да, и вы видели, как я живу? Да, да, ну, в моем смысле, наверное, это самая слабая сторона жизни, имеется в виду заработок, имеется в виду финансовая часть. При этом я не могу сказать, что как-то плохо живу, но вот, ну, на данный момент это несколько раз в году, там, выступаю на курсах повышения квалификации, как раз специалистов в области биотестирования, да, то есть показываем наши разработки, ну, то есть те методики, которые сам разрабатывал, а они потом думают покупать их, не покупать, осваивать, не осваивать, вот. Вот такой момент. Другой момент, ну, вот, когда бывают какие-то проекты, вот, например, фонд поддержки инноваций «Бортника», да, ну, он так по привычке называется, сейчас он «Содействие» называется. В общем-то, один из таких достаточно удобных, хороших таких фондов, в которых можно что-то выиграть, там небольшое финансирование, но если какая-то разработка не сильно, как бы, масштабная, да, такая, и, может быть, даже, я сказал бы, законченная уже во многом, вот, в общем-то, можно получить поддержку. Поэтому вот там мы, например, выигрывали, так называемый конкурс «Умник» три раза, и один раз конкурс «Старт», да, вот, там даже пришлось под это дело учредить организацию, вот, ну, может быть, это и кстати, мы на нее под впоследствием уже патенты, так сказать, записывали. Ну, какие еще заработки? Ну, вот, да, все понятно, теперь я еще, надо, блин, это, значит, смотрите, я, у нас был всего-то пятиминутный разговор, да, я буду, ну, я как этот, как спикером называют или как-то еще эти, так вот, я как бы играю его роль, я буду немножко направлять разговор. Смотрите, значит, вы упомянули, что вы еще специалист по пчеловодству, я не специалист, я отказываюсь с вами беседовать на тему пчелы, сами знаете, есть пчелы импортные, губят, вступают в половые связи с нашими, губят российскую пчелу, все это я слышал, но это не имеет отношения, я о другом, я ищу, где мы пересечемся. Итак, я белокатерщик, я в умирающем саду, я о нем рассказывал не раз, город этот самый, господи, город наш, сибирский этот горный район, вот, значит, Абаза, там, значит, в умирающем саду четыре десятка пчелиных улев, а мне мало того, что я хожу в сад и показываю, где геопатогенные зоны, где деревья не просто могут умереть, а уже умерли, это моя, одна из моих профессий, таких, неофициальных, а и тут же взял и померил, где пчелиные семьи, я угадал все пчелиные семьи, где они мертвые, все улев я нашел, геопатогенные зоны, а они там мертвые, вот, вот этот момент, и мне кажется, что, я вам говорю как со специалистом, мне кажется, что это недоработка, когда я везде, пчелиная тема очень, это, значит, два пальца загибаем, это пестициды, знаете, да, и их перепыление с другими пчелами южными, которые, это, невыносливые, а значит, что, ну, ослабляет наши улевые, вот два, и про это я уже слышу много лет, про пестициды и про вырождение, а я-то третье привношу, у них-то пять этих улев стояли мертвые, и я угадал какие, вот еще вот этот момент, причем я дальше можно на эту тему не говорить, я просто хочу как, если выйдет где-то, чтобы кто-то на уст намотал, всего-то научиться рамками владеть, я не вам, а обращаюсь как бы к тем специалистам, которые занимаются этим, и очень часто валят не на того виновника, куда бы надо, геопатогенная зона не настолько повседневной жизни, а наши органы чувств, пять органов чувств, они совершенно не это, не влияют на это, это настолько запущенная тема, что, когда я смотрю на этих экстрасенсов, помните это, ТНТ, да, вот, как легко часто взять рамки и найти много, отгадать много этих загадок, что им отдают, ведь покажите, человек хоть бы один рамками владел, значит, они халторщики, уж кто рамками-то может... Да, да, мы можем, вот, продолжение вот этого тезиса, вот такой момент обсудить тогда, да, вот, правда, это не совсем на моей практике было, сейчас объясню, почему, значит, говорят, соответственно, что если выращиваешь из семени, да, то, ну, признаки перекрещиваются, да, вот, из косточки семени, значит, плодового дерева, то признаки перекрещиваются, и ты, соответственно, с какой-то вероятностью не получаешь сортовые признаки, и можешь получить тисклое, горькое, там, яблоко, абрикос, да, неважно что. И, соответственно, поэтому, как бы, это, с одной стороны, хорошо, здоровое дерево, а с другой стороны, получается риск того, что его придется потом убирать, заменять, и вообще, если молодец... Ой, какой вы молодец, какую тему затронули! Ну, почему, блядь, я уже чуть матерное слово... Ну, почему я включаю телевизор, там опять про эти же... Вы посмотрите, сколько там наговорили, в этом году-то урожаи погибли на гигантских территориях всей Евразии, нескольких государств, двух десятков государств, вот, и никто... Смотрите, вы меня зацепили, это, я считаю, что лидеры в этих вопросах, смешанное, то есть перекрестное опыление, да, причем свободное, родит естественный отбор. И чем оно выносливее, тем оно хуже качеством. Как вы здорово про это сказали. Вот. Я, я, то есть, просто двумя руками за. Вы правильно? Да, я вот хочу довести дальше эту мысль, соответственно. Вот. Правда, на своем опыте, да, вот у меня растет на данный момент четыре абрикосы, семена которых я привез из Непропетровской области Украины. Ну, то есть, там я ходил буквально вот по всем дворам, не знаю, знакомых по улице, но там на улице очень много растет такой деревенский формат. И, соответственно, выбирал, что мне нравится, и самый лучший привез, самые вкусные. И, соответственно, вот все четыре, которые выросли, я, наверное, не могу, конечно, сказать, потому что это нужно сразу вот попробовать то и это, да, то, что было тогда, или взять оттуда абрикосы, съесть свой. И вот на пятый год они стали давать плоды, и, соответственно, не знаю, лучше или хуже, чем те, ну, точно, наверное, не лучше, но точно могу сказать, что на каждом из четырех деревьев вкусные плоды. Я бы не сказал, что они вообще как-то отличаются. Вот в этом смысле, да, мой личный опыт пока, ну, он очень примитивный, понятное дело, да, но все четыре, может быть, как бы, они мои ожидания восприняли, и все дали вот вкусные абрикосы, меня полностью удовлетворяющие, да, скажем так, да, поэтому вот здесь как бы вот эта вероятность, ну, может быть, это и правильно, что она зависит во многом, это же мистическая сторона, скажем так, да, и, а в мистической стороне, значит, возможно, все. И если ты туда вложишь свою мысль, видимо, оно и должно получаться то, что нужно, да, то есть, знаете, как раньше, раньше были такие традиции, когда при посадке дерева закапывали на дно глиняный обожженный диск, на котором писали все свойства будущего, ну, плода, да, дерева, плода, и точно такая же копия на бумаге хранилась дома, вот, и периодически обращались к этому листу бумаги, ну, и, можно сказать, молились, то есть, направляли свое внимание на каждое из этих посаженных деревьев, вспоминая, какие же у них должны быть свойства, вот, вот такая была традиция, по крайней мере, я ничего не могу сказать по поводу. А, нет, нет, давайте так, слово не воробей. Вы хоть как относитесь к этой традиции? Я, допустим, с иронией, а вы? Я все-таки... Вы же ученый, и не я, а вы. Да, да, я все-таки опираюсь на свой научный опыт, я в какой-то момент перестал чувствовать разницу между тем, что я открываю, вот открываю, да, что-то, нечто новое, и перед тем, разницу, и тем, что я в неизвестном, да, никому неизвестном, когда ничья мысли не мешает, создаю то, что задумал. Ведь в науке принято начинать с гипотезы, и когда ты не начинаешь с гипотезы, на самом деле, работать очень сложно и мало, работ получается успешной. То есть ученый, он всегда чего-то ожидает изначально. А хороший ученый по своим психологическим качествам, он еще и обладает интуицией. То есть интуиция же это способность познать явления дистанционно, да, то есть не имея логических связей к этой области знаний. И только когда он познал, ну как бы вот разорение вот это, да, скажем, интуитивное произошло, тогда он знает, в какую сторону ему выстраивать эти логические связи. И вот в ходе эксперимента фактически он просто убеждает себя таким образом, да, ведь причинно-следственные связи нас именно убеждают. Мы начинаем, и это и есть вера по большому счету. И он, грубо говоря, в этой действительности материализует вот свой замысел. И вот это, по идее, касается и изобретений открытий. То есть по разницу вот такую вот, чтобы оно есть так, он устроен, этот мир, или таким мы его создаем, это очень спорный, ну, теперь, на мой взгляд, вот, несмотря, как вы сказали, ученый момент. Более того, я обратил внимание, что все, кто даже вот у нас обладает предрасположенностью к научной деятельности, да, а я осваивал методики оценки, ну, психотипирования, скажем так, и, соответственно, грубо говоря, у нас на факультете настоящих ученых 3-5 процентов, вот. Ну, еще где-то 5-7, это тех, кто мог бы этим полезен, ну, в административной части или руками, да, вот. Все остальные, по сути, не на своих местах и, ну, наукоподобием занимаются. А основной вот выхлоп, да, скажем так, это вот от такого маленького числа. Ну, понятно, что многие, кто мог бы в науке остатку ушли, там, со своими способностями, там, кто работать, где хорошо платят, там, Газпромы или что-то еще. Вот, ну, я хочу указать просто, что маленький процент. И этот маленький процент где-то в 90-100 случаях, да, это верующие люди, да, то есть, ну, понятно, что у нас, как бы, христианство общепринятое, да, но важно то, что эти ученые, когда сталкиваются вот с миром открытия, да, и движением к нему, они, по всей видимости, как-то начинают понимать, что что-то в представлениях современных, вот, так сказать, рациональных, чисто рациональных не так. Но если мы посмотрим, есть же статистика, статистика, никакая наука без нее невозможна, да. Есть вот эти самые вероятности, вот, и именно в этих вероятностях как раз и выражается та составляющая мистического устройства нашего мира, да, то есть, это просто сразу, как бы, говорит нам о том, что мы не можем утверждать, что мы все знаем. Да и к завтра будет новое открытие, значит, сегодня мы не знали, правильно? Вот, то есть, как бы, вот, я вот так вот вижу науку, разухо, так сказать, не без гордыни и без отрицания митической составляющей. Ладно, ладно, и так можно взять плод, взять с него косточку, пошептать, помечтать, и он станет, выдаст культурный плод. Я правильно подвожу? Получается, да, получается вот так, потому что у нас нет достоверных знаний о том, что он выдаст или не выдаст, а если этого нет, то никакой, ну, как сказать, ну, нет, мы ничего не можем сказать по поводу того, что будет. И вот я, вы говорили про пересечения, и я, конечно, за это время подумал о том, какие у нас, как у специалистов в нескольких контрастных областях могут быть пересечения, да, и как специалист в области биодиагностики, то есть не просто вот биотестирование, которое сейчас там законодательно закреплено при оценке опасности отходов или при разработке там ПДК, вот вчера пригласили, может быть, опять же вы говорите, заработать будет, да, Мосводоканал на совещание, связанное с тем, что они установили у себя, наконец-то, вот эти вот приборы для биотестирования, вот, но это пока очень примитивно, там смотрят, умерла культура или жива, да, и если она сильная, отличается от того, что в контрольной среде ее поведение, да, то есть в контрольной среде 100 единиц живы, да, а в опыте там 50 только, да, ну, значит, токсичная среда, вот, и, но ведь, что получается, что при этом при появлении биотестирования многие стали жаловаться, а что это оно такое неточное, почему такой разброс большой, да, то есть почему вот в химии вот такая погрешность, а в биотестировании вот такая, вот, но на это достаточно быстро нашелся ответ, и он, в общем-то, характеризует сами живые системы, например, у нас сотрудники фундаментальной медицины факультета, они, например, так говорят, что больные люди, вот, выборку больных людей, когда лекарства отрабатывают, выборку больных людей составить достаточно просто, их параметры очень схожи, а выборку здоровых практически невозможно, очень сильно отличаются параметры, и то же самое вот с почвой, да, у нас в подшередине называется это почвенная неоднородность, когда ты копнул, вот, казалось бы, в рамках 10 метров в одном углу квадрата, да, почву, измерил ее параметры одни, а 10 метров в сторону другие, более того, прошло какое-то время, ты в первой точке копнул, опять изменились, да, и вроде как, ой, как тяжело измерять, но с другой стороны, это говорит о том, что система живая, живая, значит, способная меняться в широком диапазоне, то есть способна адекватно реагировать стрессовым воздействием и прочим, то есть и вообще реагировать и отражать любые проявления окружающей действительности. Так, на секунду, на секунду перебью, а через 40 секунд отключится, мне надо по-новому будет включить. Пока, еще раз, как вас зовут, а то у меня памятник, черту. Михаил Александрович Тимофеев. Михаил Александрович Тимофеев. Так, а я даже почему-то подумал, что вы фамилию не скажете. Тимофеев. Да, Тимофеев. Так, это, я, я, я сейчас вынужден отключить, то есть 20 минут и все, он сам отключается. Мне вам, мне вам перезвонить. Не, не, пока еще я могу. Сейчас. А, вы можете. Это будет, это будет продолжение. Сейчас, ну, он сейчас выключится, поэтому я выключу сам. Субтитры сделал DimaTorzok